все в белом сульфате положительные пластины но и отрицательные соответственно тоже в белом сульфате но в меньшей степени чем положительные хорошо четвертая баночка что нам скажет все то же самое белый налет отогнутые сепараторы все чудесно пятая банка приболевшие что скажет все то же самое белый налет сульфат положительные пластины засульфатированные отрицательные тоже с белым налетом тоже засульфатированы подключил этот аккумулятор на заряд заряда он не берет прошло две минуты он уже весь кипит крайняя банка начала кипеть раньше всего уже помутнела то есть напряжение выросло стремительно и он тут же закипел аккумулятор абсолютно не берет заряд почему абсолютно не берет потому что он наглухо засульфатирован заряду брать не будет поверхностная сульфатация сильная ну что же в одном из своих видео я рассказывал что поверхностный сульфат можно сбить двумя способами одним лояльным но очень долгим вторым быстрым но очень жестоким вот сегодня будем применять второй способ быстрый и очень жестокий чем он заключается в том что мы проводим через аккумулятор большие токи поставлю ограничение по напряжению 16,6 вольт и пусть лупит 125 ампер сейчас поставлю 120 немножко меньше все пусть стоит минут 30 кипит бурно а кипеть он будет бурно и таким способом будем пробовать сбивать поверхностный сульфат это конечно метод жестокий но очень быстро значит типичный случай с этим аккумулятор поверхностная сульфатация заряду аккумулятор не берет ставишь его хоть на 5 ампер хоть на 1 ампер хоть на 2 ампера несколько минут банки кипят аккумулятор значит заряду не берет зарядить аккумулятор невозможно так вот как сбить поверхностный сульфат аккумулятор ну и соответственно немножко развеем мифы о том что аккумуляторы взрываются от больших токов они конечно взрываются если не ограничить напряжение ну так как я в видео говорил аккумуляторы большим током чтобы сбить поверхностный сульфат можно восстанавливать при следующих режимах напряжение ограничиваем где-то 16 16 с половиной до 17 вольт чтобы она выше не поднималась иначе получится у вас сварочный аппарат внутри аккумулятора будет дуга уже проскакивать и тогда ваш конечно аккумулятор вполне возможно взорвется разорвет его на части обязательно выкручиваем пробки потому что аккумулятор будет сильно кипеть ток выбираем следующим образом значит аккумуляторная батарея имеет 60 ампер часов и в том видео я говорил что ток должен быть 10 в 20 раз больше номинального тока заряда аккумуляторной батареи номинальный ток заряда аккумуляторной батареи 60 ампер на часов это значит 60 поделить на 10 то есть 6 ампер часов это нормальный зарядный ток аккумуляторной батареи а мы при этой операции когда сбиваем поверхностный сульфат большим током выбираем ток в 10-20 раз больше чем эти вот 6 ампер часов то есть 6 умножить на 10 это получается 60 ампер часов 6 умножить на 20 это 120 ампер часов так вот показываю 60 ампер часов напряжение ограничено там где-то мы можем еще ограничить но 16 6 вольт проскакивает 60 ампер часов ничего не взрывается аккумулятор уже стоит 20 минут кипит можем поднять ток до 120 ампер ничего не взрывается работает можем даже больше ему поднять 135 выше нормы все равно не взорвется потому что ограничено напряжение пока ограничено напряжение вряд ли аккумулятор взорвется ну соответственно если вы крутите пробки потому что обильное газовыделение сейчас идет и система вентиляции аккумулятора просто не справится с таким обильным газовыделением будет расти давление внутри корпуса аккумулятор и конечно его может разорвать чертовой матери поэтому ограничивайте напряжение ну а на ток добавляйте не стесняйтесь ну я 120 ампер у меня стояло сразу я поставил значит он у меня где-то 10-15 минут работал на 120 ампер теперь я снизу 160 чтобы не нагреть аккумулятор потому что надо следить за тем чтобы аккумулятор не перегрел ст и потому что если перегреете аккумулятор значит все ему уже ласт и ваше восстановление обернется не столь положительным фактом как полностью отрицательно потому что перегрейте аккумулятор восстановление практически уже не подлежит 60 ампер часов банки кипят и вот в таком режиме он должен проработать час ну и через час посмотрим на результат полчаса он уже кипит через час увидим результат этого действия но конечно с этим аккумулятором придется повозить не факт что он восстановится но можно попробовать при этом методе главное не перегреть аккумуляторную батарею всегда надо следить за температурой если где-то оставляете его более-менее на длительное время без присмотра больше 10 минут или 15 то ставьте его в тазик с водой вот так вот что только клеммы выглядывали все остальное было в воде тогда вода его будет охлаждать ну или сидите возле него и время от времени трогайте если чувствуете что начал греться нагревается больше 40 градусов отключайте и дайте ему отдохнуть но сейчас на улице погода прохладная поэтому я его в тазик с водой не ставлю а просто время от времени проверяю нагрет или нет ну и соответственно постоянно возле него нахожусь кручу здесь в гараже он соответственно заряжается и пищит следите чтобы не перегреть если делаете таким методом вот прошел час имеем вот такой вот мутники электролит метод этот позволяет сбить корку сульфата с пластин он конечно весь сульфат не растворяет и на полное восстановление аккумуляторной батареи он не очень пригоден но вот чтобы сбить корку с сульфата с пластин которые полностью им покрыты то есть с глубоко разряженных аккумуляторов и чтобы заставить глубоко разряженный аккумулятор заряжаться то этот метод можно применять но не злоупотреблять потому что при этом методе оббивается обмазка из пластин поэтому если им сильно злоупотреблять то можно аккумулятор загубить а не вылечить применять его надо только в крайних случаях и то когда только надо без причины применять его нельзя ну и конечно нельзя его применять на аккумуляторах не обслуживаем их только на обслуживаем их так ну имеем такой мутники электролит дадим возможность ему отстояться кто-то мне в комментариях писал что дым идет из пробок это не дым бывает такая идет дымка но это не дым это мелко распыленная аккумуляторная кислота то есть электролит когда пузырьки лопаются на поверхности они мелкие мелкие такие брызги дают а так как аккумулятор довольно сильно кипит то значит пузырьков лопается очень много и получается такой туман внутри банок который выходит на поверхность в виде дыма но на самом деле это не дым это распыленная аккумуляторная кислота но соответственно дышать ей не надо распыленной аккумуляторной кислотой и лучше это дело делать на улице потому что въедается эта кислота в стены в одежду во все на свете посмотрим на результат который получился по истечению одного часа так это начнем со здоровых банок ну вот теперь они имеют такой вид видно что сульфат с пластин понемножку понемножку добился при том он не растворился а вот то что именно называется оббился пластины оголились и теперь должны принимать заряд электродит немножко мутный но ничего страшного на сядет вторая банка имеет такой вид здесь хорошо вообще оббилась все третья банка и здесь все чудесно облетела четвертая банка здесь похуже так предпоследних банка которая приболевшие можно сказать вообще ничего не облетела хотя кипели все банки одинаково результат не ахти ну и последняя самая больная банка все чудесно все хорошо ну и самое главное аккумулятор стал брать заряд 6 ампер аккумулятор берет заряд все пошел процесс химический до этого идти не хотел все вроде налаживается ну крайняя банка немножко конечно лишнего кипит но ничего страшно я надеюсь что она отойдет вот так вот довольно жестокий метод но довольно действенный конечно можно было применить менее жестокие методы но в рамках этого видео чтобы показать как это на практике а не только на теории вот было сегодня такое видео надеюсь оно было вам полезно ставим лайки пишем комментариях ну и кто не боится пробуйте пробуйте ну что возьму сейчас этот аккумулятор так как он уже начал принимать заряд пойду отнесу его на зарядку поставлю на малые токи на один ампер и пусть заряжается малым током ну а по результату его заряда буду смотреть что с ним делать дальше скорее всего придется его десульфатировать дистиллятом тем моим самым любимым методом абсолютно безопасным и скажем так дающий очень хороший результат один из лучших методов которые есть да пойду поставлю